Существует множество пусковых устройств с ограничителями тока, как серийного изготовления, так и самодельных. Тем не менее мы рассмотрим одну из доступных конструкций, возможно она кому-то пригодится. В интернете есть близкие по содержанию записи и в тексте к этому фильму приводится ссылка, если интересно посмотрите. Поскольку тема давно известна, сразу перейдем к практической схеме. Она содержит реле напряжения, резистор и автотрансформатор с вольтметром. Модель реле бытовая, имеет один коммутирующий полюс. Само реле здесь служит одновременно в качестве таймера и контактора. При подаче входного напряжения питание вначале осуществляется через резистор. Он ограничивает пусковой ток автотрансформатора. Затем замыкаются контакты реле и сборка получает питание напрямую. Выдержка на включение реле устанавливается минимальной, 2 секунды. Поэтому резистор нагревается незначительно. Надеюсь такая простая схема вполне понятна и дальше можно перейти к небольшому исследованию. На этом стенде размещены автотрансформатор, а также реле напряжения. Только модель выбрана более широкая, чтобы было лучше видно соединение. Кроме того, для демонстрации на вводе установлены автоматические выключатели C16, совмещенный вольтамперметр и вспомогательные клеммы. К выходу автотрансформатора через вилку, розетку и второй вольтамперметр подключена нагрузка. В опыте с помощью осциллографа по первому каналу в ждущем режиме будем фиксировать напряжение питания на входе автотрансформатора. На экране соответствующая линия имеет бирюзовый цвет. По второму каналу, желтая линия, фиксируем напряжение на вводе до автоматов. Вначале попробуем осуществить пуск автотрансформатора без нагрузки. Включаем автомат в цепи нейтрального проводника. Сбрасываем предыдущую осциллограмму. Регистратор переходит в ждущий режим. Включаем второй автомат. Видно, что защита сработала, как при коротком замыкании. И это произошло при включении реле напряжения. Теперь повторим опыт, только выберем ненулевую нагрузку автотрансформатора. Включаем первый автомат. Переводим осциллограф в ждущий режим. Включаем второй автомат. Включаем второй автомат. Также видим реакцию, как при коротком замыкании. Сравним полученные осциллограммы. Во-первых, отмечаем, что попытки пуска обрываются уже в первом периоде после подачи напряжения. Во-вторых, нагрузка рассеивает энергию, накопленную трансформатором, и напряжение падает быстрее. И третье, необходимо отметить, что начало электропитания происходит при переходе напряжения через ноль. Это действие специально предусмотрено разработчиками реле для уменьшения пусковых токов при включении емкостной нагрузки. Только против автотрансформатора такой прием ничего не дает. Правда, столь определенное начало полезно нам для сравнения результатов. При произвольном сдвиге моментов включения каждый раз была бы новая картинка. Здесь же одинаково хорошо видны искажения напряжения питания в первом полупериоде из-за больших токов, а также отмеченная разница падения напряжения. Еще напомню, что стабильным включением при переходе через ноль мы уже пользовались в экспериментах с сетевыми фильтрами. И там таким же способом получали повторяемость экспериментальных данных. Перейдем к характеристикам автотрансформатора. В опытах используем наиболее мощную модель из линейки изготовителя. Результаты можно будет смело распространить на менее мощные. Начальное сопротивление и рабочий ток легко установить прямыми измерениями. На левой фотографии видно, что для постоянного тока сопротивления обмотки меньше 1 Ома. Поэтому пока не действует реактивная составляющая, возникает ток короткого замыкания. На правой фотографии тестер фиксирует значение установившегося тока. При напряжении 216 вольт он не превышает 100 миллиампер. Отсюда понятно, что для ограничения пускового тока достаточно временно увеличить сопротивление цепи при включении. Кстати, если это не сделать, то и тестер сгорит при измерении, показанном на фото. С учетом возможной перегрузки, в следующих опытах для оценки пусковых токов будем фиксировать падение напряжения на коротком проводнике из нихрома. Его сопротивление составляет доли Ома и на результаты он влияния не окажет. На слайде видно, что участок контроля находится в цепи нейтрального проводника. Его начало после автоматического выключателя будет базой для измерения напряжений. В месте перехода нихрома на медь устанавливаем щуп первого канала осциллографа. Регистрация сигналов теперь будет начинаться при появлении напряжения в этой точке. Второй щуп устанавливаем на выход автотрансформатора. Резистором с сопротивлением 27 Ом мощностью 10 Вт соединяем вход и выход коммутирующего полюса реле напряжения. Минимальная задержка включения реле была установлена предварительно и составляет примерно 2 секунды. Вновь выполняем опыт без нагрузки автотрансформатора. Включаем автомат в цепи нейтрального проводника. Переводим осциллограф в ждущий режим. Включаем автомат в цепи фазного проводника. С небольшой задержкой слышим включение реле. Автоматические выключатели, пусковые и переходные процессы пропустили, значит ток оставался в допустимых пределах. И на осциллограмме первого периода заметно только небольшое отклонение линий падения напряжения для проводника из нихрома. В этом опыте включение случайно произошло при переходе через ноль. Но питание через резистор запускается вручную, поэтому необходимо посмотреть другие начальные условия. Повторяем опыт многократно, только для экономии времени посмотрим одну типичную запись. Перехода через ноль в начальный момент теперь нет. Есть ступенчатое увеличение напряжения на выходе автотрансформатора и высокочастотные помехи по первому каналу. Следующий опыт проведем с нагрузкой автотрансформатора. Чтобы увидеть всю осциллограмму от момента подачи напряжения до стабилизации после включения реле, нам понадобится запись с длительностью более двух секунд. Для этого выбираем шаг сетки 200 миллисекунд и сдвигаем начало регистрации влево на одну секунду. Включаем автомат в цепи фазного проводника. Фиксируем падение напряжения на проводнике из нихрома. Видим два стабильных участка, перед которыми есть определенные всплески. Первый участок соответствует питанию через резистор, второй появляется после замыкания контактов реле. Включаем индикацию второго канала и наблюдаем те же два участка по времени для напряжения на выходе автотрансформатора, то есть на нагрузке. Оценить пусковые токи можно, если запустить осциллограф в установившемся режиме. Амплитуда падения напряжения на вставке из нихрома составляет примерно 500 милливольт. Одно деление сетки по вертикали. В это время амперметр показывает установившийся ток 7,7 ампера. Приближенное это значение можно считать шагом сетки для первого канала. Вернемся к предыдущей осциллограмме. Теперь у нас есть оценка для токов и можно сказать, что максимумы переходных процессов не превышали 8 и 12 ампер. Конечно, на такой ток автоматы реагировать не будут. Но длительная регистрация показывает только общую картину. От переходных процессов тут видны лишь пики. И было интересно расшифровать хотя бы начальный всплеск. Для этого пришлось уменьшить шаг сетки по горизонтали до 50 нс. А шаг сетки первого канала по вертикали увеличить вдвое, до 1 вольта, поскольку фактической амплитуды импульсов больше, чем получалось при длительной регистрации. Смотрим типичный результат при такой развертке. Понятно, что фиксируется высокочастотный шум. Период его сигнала примерно 180 нс. Это соответствует радиочастоте 5,5 МГц. Повторение пуска показывает, что амплитуда шума может меняться, но частота сохраняется. Бороться с этим, ограничивая пусковой ток, не получится. Нужен сетевой фильтр. Однако в рамках поставленной задачи достаточно того, что автоматические выключатели на эти помехи никак не реалируют. Длительной перегрузки, как при включении, без ограничения пускового тока нет. Параметров настройки у нашего пускового устройства немного. Достаточно проверить, насколько свободным можно выбирать сопротивление резистора. Поэтому в завершающих опытах поставим вместо 27 Ом намного больше, 470. Попробуем запустить сборку с нагрузкой. До этого в предварительных тестах потребовалось перестроить осциллограф и по первому каналу увеличить вертикальный шаг сетки в 10 раз, то есть до 5 вольт. И если раньше одно деление примерно соответствовало току 7,7 А, то теперь 77 А. Включаем питание. Видим, что автоматы отключились после включения реле. По второму каналу, желтая линия, зарегистрирован всплеск напряжения на нагрузке. И по первому каналу в этот момент даже при такой развертке, кроме шума, видно действие сверхтока. Ладно, будем знать, что такое большое сопротивление не годится. И все же выполним пуск без нагрузки. Переходим в ждущий режим. Включаем питание. В этот раз все получилось. При включении реле по второму каналу виден лишь небольшой подъем напряжения. По первому каналу имеем только один высокочастотный всплеск в момент включения. Получается, что сопротивление резистора можно выбирать в широком диапазоне. А если оно слишком большое, пуск придется выполнять без нагрузки. Итак, ограничитель пусковых токов апробирован. На виде сбоку покажем, что резистор можно разместить за реле напряжения. Выбранная модель с цементным корпусом пожаробезопасна. Это мы проверяли. В аварийном режиме резистор сгорает, как предохранитель. Понятно, что сборку пускателя из резистора и реле напряжения можно выполнить и в отдельном боксе, и вместе с каким-либо другим оборудованием. Осталось показать работу ограничителя в компактном исполнении. Все отлично работает. Вот так, как говорится, если у вас случилось короткое замыкание, его легко удлинить. Субтитры создавал DimaTorzok